Всем привет! Это сайт Drupalbook.ru и в этом видео я хотел бы вам рассказать про модуль Layout Builder. Это модуль-конструктор. Он позволяет создавать страницы, редактировать ваш контент тип, редактировать его вывод. Вы можете добавлять колонки для вашего контент типа. При этом вам не нужно знать ни CSS, ни HTML. Вы можете все это делать через админку. Layout Builder предоставляет интерфейс для работы с шаблонами, с лояутами. И давайте сейчас сразу начнем это делать. Но перед тем, как разбираться с Layout Builder, я хотел вам рассказать о компании The Walls. Компания The Walls Development предлагает качественные услуги IT-аутсорсинга и аутстаффинга по всему миру. Их главная специализация – это веб-разработка на CMS Drupal, а также фронт-энд-разработка. Сотрудничая с The Walls Development, вы получаете возможность работать там, где вам комфортно, расти профессионально, занимаясь любимым делом. Если у вас есть свежие идеи, вы готовы развиваться на перспективных и интересных проектах, совершенствовать свои навыки, то самое время действовать. Сейчас The Walls ищет Drupal-разработчика в себе в компанию. Я оставлю ссылку на вакансию под описанием к этому видео. Если у вас есть опыт разработки под Drupal 8, фронт-энда под Angular, то я рекомендую вам написать в эту компанию и попробовать поработать в них. Ну а теперь давайте перейдем непосредственно к Layout Builder. Я создал контент-тип Ads объявления. Добавил в него поля, цену, картинку, описание и добавил еще одно Special Offer поле. Мы будем его использовать, чтобы переставлять его в различные места, регионы, Layout Builder. Мы будем его переставлять в колонки, будем переставлять его в футер. Ну, в общем, будем играться с Layout Builder. Также я создал два объявления уже. Забил какую-то тестовую текстовую информацию. Сейчас вы видите, что все поля у нас идут в столбик, как это обычно происходит с обычными блоками. Мы не задаем его никакой верстки и все поля выстраиваются в столбик. Теперь давайте зайдем в модуль и включим Layout Builder. Сейчас, возможно, он еще в экспериментальной версии. Может быть, он разработается еще активно. Но его вы можете уже использовать, в принципе, даже на небольших проектах в продакшене. Также давайте в Field Layout включим модуль. Этот модуль очень похож на DisplaySuit. Он выполняет те же самые функции. Он очень сильно также подхож на DisplaySuit нод в 7-м друппале. Но у него есть одна особенность, которую мы рассмотрим позже. Он позволяет перепределять отдельный layout для каждой ноды. Не так, как это было в DisplaySuit, когда вы перепределяли для всего контент-типа. Сразу после того, как мы включили Layout Builder, переходим в Manage Display. У нас уже включен Use Layout Builder. Давайте еще добавим, чтобы каждая нода могла быть костюмизирована отдельно под каждый layout. Отлично. Теперь мы можем перейти в Manage Layout и поуправлять нашим видом, как это будет выглядеть. Вы можете добавлять блоки в любом месте. Можете добавить кастомные блоки для каждого контент-типа. Например, вы можете вывести через Use какую-то дополнительную информацию, слайд-шоу, например. Можете вывести дополнительные объявления, похожие объявления, например, и вывести отдельно в колонке с помощью этих блоков. Давайте нажмем на Add Section и выберем, как будет выглядеть наш шаблон. Для объявления, наверное, проще всего выбрать двухколоночный обычный. Если у вас картинки маленькие, то, например, можно выбрать и трехколоночный. Слева будет, например, картинка, посредине будет описание и справа цена. Давайте начнем с обычного двухколоночного. Итак, вы можете просто перетаскивать нужный вам элемент в нужную вам колонку. Давайте цену уберем в правую колонку. Описание перекинем под цену. Футер. Немного непривычно брать Layout Builder, но, в принципе, я думаю, со временем. Единственное, довольно тяжело перетаскивать пока что Немного неудобно перетаскивать блоки Layout Builder, потому что очень огромный тикста, по крайней мере, сейчас. Но, возможно, в будущем это поправят. Давайте сейчас в Special Offer добавим верхний регион, самый верхний. Немного непонятно как это сделать. В левую колонку мы добавим картинку. А также в Seller Name мы добавим там же тема цена. Поля. Можно, например, поменять местами поля. Ссылки дополнительные для вывода, например, комментариев. И поместим вниз. Давайте после. После Description. Сохраняем. Нажимаем Save Layout. И теперь давайте посмотрим, как выглядит наше явление. Объявление. Вот видите, что мы поставили картинку слева. Три поля выявили с правой колонки. Special Offer мы поставили вверху. И Description и Links мы вывели снизу. Но комментариев у нас нет, поэтому у нас и Links тоже не вводится. И второе объявление также вводится по такому же шаблону. Теперь давайте перейдем во вкладку Layout и для второго объявления чуть-чуть поменяем наш вывод. Возьмем, например, Special Offer. И переместим его отсюда вниз, в правую колонку. Сохраняем. И таким образом мы отдельно изменили Layout для отдельной ноды. То есть весь Content-тип, все остальные ноды этого Content-типа будут отображаться по тому layout, который мы сделали в Manage Display для всех нод этого Content-типа. А то, конкретно, которое мы и приопределили, мы можем создавать по отдельному layout. Это, собственно, чем отличается Layout Builder от Display Suite, который был раньше. Это гораздо удобнее. Возможно, сейчас выглядит немножко странно, что огромные блоки, их очень тяжело выставлять. Но, возможно, в будущем это пофиксят или уже пофиксили. И теперь это, может быть, стало гораздо удобнее. На этом все. Спасибо за внимание. Это был короткий вводный урок Playout Builder. В будущем, возможно, мы рассмотрим более глубоко этот модуль, по мере того, как он будет обрастать новыми подмодулями, по мере того, как он будет становиться все более и более стабильным. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал Делайте хороший сайт на Труклайне.